Добрый вечер! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, Сущий, на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе ангельскую письму, соглашаем Тебе сильный. Свят, Свят, Святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети ей сердце, и открою стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, Свят, Святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся, со страхом воскликнув полночь. Свят, Свят, Святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня ленивого и грешства, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное то человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твоего. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. «Придите, поклонимся, Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему!» Владимир читает псалмы. «Семидесятый псалом» «Микрофон отключить» «Семидесятый псалом» «На Тебя, Господь, уплывай! Я не послужусь воверить!» «По правде Твоей избавь меня и освободи меня! Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня!» «Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться!» «Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты!» «Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя!» «Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей!» «На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из червы матери моей!» «Тебе хвала моя не пристанет!» «Для многих я был кабы дивом, но Ты твердая моя надежда!» «Да наполнится уста моей хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепия Твое!» «Не отвергни меня во время старости!» «Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня!» «Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие души мою советуются между собою!» «Ибо нет избавляющего!» «Микрофон!» «Ибо я буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе!» «Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа!» «Войду в размышления о силах Господа, Бога!» «Воспомяну правду Твою, единственную Твою!» «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои!» «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже!» «Да коль не я возвещу силы Твои, роду сему и всем глядущим в могущество Твоего!» «Правда Твоя, Боже, да превыстреник!» «Великие дела соделал Ты, Боже! Кто подобен Тебе?» «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но я опять оживлял меня, и из без земли опять выводил меня!» «Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыре!» «Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, Святой Израилю!» «Подаются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил!» «И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постажены и посремены ищущие мне зла!» «Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду!» «Да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде!» «Да принесут горы мир людям и холмы правду!» «Да судит нищих народа!» «Да спасет сынов убогого и смирит притеснителя!» «И будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна в роды родов!» «Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как каплю, орошающую землю!» «Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна!» «Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли!» «Подут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать в прах!» «Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань!» «Цари Аравии и Савы принесут дары!» «И поклонницами все цари, все народы будут служить ему!» «Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника!» «Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет!» «От коварства и насилия избавит души их, и драгоценно будет кровь их перед очами его!» «И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его!» «Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле!» «Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословляться в нем все племена земные, все народы ублажат его!» «Благословен Господь Бог Израилев, един творящий чудеса!» «И благословенное имя славы его вовек, и наполнится славой его вся земля!» «Аминь и Аминь! Слава!» «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда, и во веки веков! Аминь!» «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже!» «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже!» Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные муста, и восхвалить Святое Имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Во встав от сна, я посади ночи, приношу Тебе песни спаси, припадая к стопам Твоим, взывая к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся, скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в Царство Твое Вечное, ибо Ты мой Творец, и Источник, и Податель, всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твое милосердию, Ты дал мне работу, и в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, и с посвященным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущей, озирающей долой земли, наблюдающей сердца и помыслы, ясноведающей тайны человеческие. Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. Ты прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожечь всю жизнь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда обществу Тебя придется славо знать каждому по делам Его, да найдет он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный, блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем и содел меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хольные помышления от несчастного моего сердца и от повораченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищи слав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. Освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое предчистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Сергий, Игнатий, Владимир, другие. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Благородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наши. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестерам, начальников, благодетелей всех ближних моих и друзей. И всех православных христиан подай им Твои земные и небесные блага, не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силы Твоей дару им здравия и спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Обрати сына моего Константина в истинную веру православную, дай ему любви Твоей, Господи. Защити его от всякого рода зла. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей. Всех православных христиан, прости им все и грехи вольные и невольные, дару им царствия небесные. Со святыми упокой Христе души рабов Твоих, правоцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославляй Тебя, как Богородицу, всегда блаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, Преподобной Богоносных Отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Молитесь, Игнать Тихонь, сто поклонов. Спасибо, Господи. Тарполита и Варион, Эптихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Засима, Андрея, Максима, Владимир и Глеба не дай погибнуть, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Петропавла, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диадора, Тихона. И дай нам еще священник, если угодно Тебе, Господи. Смири власти воинства, и страх Твои на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимир, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардогена, Армана, и даруй мир Израилу, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, благослови детей Сирии, спаси их и помилуй бедствующих. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И дай всего по шинам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха и в этот день. Сохрани нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира, обратив к вере, Господи. Многослови Людмилу, Любовь. Владимир, Алексей и Осин, прищи добрых жителей с детьми, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадрих, Виктора, Сергея, Севастьяна. Людмилу, Нину, Валентину, Рашид, это дело в общем. Милостью твоей стой. Спаси и помилуй, Надежды. Валентину, Анастасию, Наталью, Роману. Михаила, Анну, Юрию. Рахиль, Ездра. Сергея, Сергея, Александра, Александр, Александр Дмитрия, Вячеслава. Екатерину, Екатерину, Галину, Господи, ты всех знаешь. Благослови их и помилуй, возри на врагов, разруши их замыслы против нас. Не дай им погибнуть. Теперь открой, О Господи, уши и глаза, дабы видеть чудеса твои. Александра, Александра, Виктора, Сергея, помилуй их, Господи, пощади, избави от этого безумия. При жизни, Господи, не настоит благодетелей наших, Елену, Людмилу, Нианилу, Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Татьяну, Александру. Посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли им исцеления. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежду, Татьяну, 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 Валентину, Валентину, Елену, Анастасия. Благодарю Тебя, Господи, за болезни и за здоровье, за друзей и за врагов, ибо все в свое время окажутся на пользу. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Охранение наше сокровище в интернете и в книге, и здесь, и в пути и трудящихся Игоря, Юлия, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Андрея. И Романа избавь от духа лжи и упрямства, упорства, не дай ему погибнуть. Благослови Виталию Ильхиду, дар и духовное рождение свыше. Аллилуйя. Избавить пьяность от этого страшного недуга Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Илья. Путешествующий боксер Раису, Льва, Виктора Виталия. Найди, обрати, Господи, Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона, Александра, Алексея. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, милости Твоей, Господи, полна земля. Научи нас видеть это и прославлять Твое всемогущество. Покой, Господи, любитель небесный, родители наших, Тихо, Галерею. Отошедший с верой с этой земли. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе, наш Бог и Его, Абва, Уч. Свят, свят, свят Господь Силаов, вся земля полна, слава Его, аллилуйя. Слава, вышли Богу на земле, мир, в человеках благоволения, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов на святые каноны церкви. Аллилуйя. Воздай вечности добром тем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее. Мария, Степана, Александра, Михаила, Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, пресно Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. Господи, благослови тех, кто помогал нам в путешествии, Павла, Динаиду, Владимиру, Надежду, Людмилу, Валентину, Патерину. Спаси, сохрани, благослови. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен, благодарите, мой Ангел, за эту ночь, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинев смертный час, когда душа будет разнущаться от тела, и душу мою проведи по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель, претещий Христов, моли Бога о нас. Мужчина, Господи, житель бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным и экономным, никогда никому не завидовать и не роптать. И каждому дару и жилье Сергея Гавриилу. Святитель Христов Никола, мероптический чудотворец. Образ кротости и одержания, добрый архипастер словесных овец, моли Бога о нас. Укрепи народ твой, Господи, чтобы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисея, Нух, Моисея, Самуила, Аарон, Иоавель, Нойх, Иосиф, Патриарх, Езра, Ниемя, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Барух, Иезеки, Иосия, Иаир, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Допан, Данил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнил Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Тво нашего отшествия не застав нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илья добрых дел, с отделанных Духи Цветом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувины, серафимы, все небесные силы, престолы Божьего предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, и ангелисты, Матфеи, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Поликамс, Минский, Синфилософ, Космай и Демьян, Андрей Стратилат и Иерун, мученик. Климент Римский, Климент Антирский, Анфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, Святой Ацарское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепил Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя. Анфиму, Вениамину, дай веру, у старших родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Датаусов, Афанасий Великий, Ифрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнили, Иоанн, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Антабольский, Антабольский, Антарштацкий, 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 Шанхайский, Кирилл и Виподий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Пиларет и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас в Господе святой православной вере. А замысля ретейков, разве, да бы и память о них не было. Нас помилуй, милости Твои ради. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фёпка, первомущница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепет, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июния, Петриан, Иустина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливись женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, из прав непокоривость Галины, из семейства Евгении, надежда, надежда, Светлана, Мария, Людмила и Анны. И прими нашу молитву, возъянья рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом, благодатью Твою, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Господи, всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Божий, дивный, заступник, спаситель и искупитель, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спасти их, Господи, и помилуй, аллилуйя. И защити нас, дабы к месту всему чуждо не могли приблизиться творящие пакости. Их обрати на путь покаяния. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб твой. Их обрати на путь покаяния. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, Разнословия и серебролюбия не дажми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, Терпение люби, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй бы зреть и моя прегрешение, Вернее, осуждать и брата моего. Яко благословение с Нима веки веков. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным. Боже, очисти меня от всякого беззакония и греха. Прости мои грехи, совершенные в ведении и неведении, В уме и в помышлении, в воде и в ночи. Спаси и помилуй. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты. Славословлю, дивные дела Твои, имя Твое Святое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови нас, Господи, на этот пост, Дабы в радости встретить Пасху Христову. Боже, будь милостив ко мне грешным. Господи, спаси и помилуй, и сохрани. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, Празнословия, серебролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, Терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, Ежи не осуждать и брата моего, Яхо благословен и сива веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. С добрым утром. Сегодня уже больше людей собралось. Спаси Христос. Слава Христос. Часто спрашивает, как я молюсь, А ответа никакого нет. Но мы Богу приказывать не можем. Мы должны благодарить. Как пример ставится жизнь Исаака, сына Авраамова. Детей нет, молится. Люди придумывают разные законы. Как я слышал, раньше было или сейчас у Израиля. Если она рождает только девочка, семь лет проходит и мальчика нет, может развестись. В стране нужны солдаты. Точно так и у мусульман. Каждая женщина дает обет. Подарить Аллаху пять сыновей. А детей нет ни одного. Исаак молится. 10, 15, 18, 19 лет. И он молится. Мы знаем, Бог его благословляет. Какой у него урожай историчный был. На 20-й год забеременела двойня. Вот Анна. Две жены у него. Анна и Финана, и Алкана. И он любит больше эту, которая бесплодная. А та укоряет. У тебя детей нету. Ты Богу не угодно. Ты или проклятая, или какая. Такая поношение написано. Снял с меня поношение, как Елисавета просила. Благодарила Бога. Она молится. И перосвященник видит. Губы шевелятся, а звука нет. Иди проспись домой. Пришла пьяная. Нет пьяности твоя, говорю. Это тоски души моей. Детей у меня нету. Каждый день меня поносят. Пойдет к колодцу. И там уже ходит в такое время, когда, чтобы никто не укорил. Иди по слову твоему, да будет. И вот она рождает. И она сразу дала Богу обещание, как о том и Василий Великий говорит, пренебрегшая женской слабостью натуры. Я Богу посвящу дитя. Так оно один ребенок и отдашь его. Отдам. Как только другие отсадила, это значит, прошло какое время, года в три, сшила ему одежку и отвела в храм. И отдала в руки человека, с которым ни дня не жила, ни характера его не знает. Я, помните, там женщина была. Да, да, да. Так вот это сын мой. Вон как. Я его Богу отдаю. И она его назвала. Люди называли не так, как сегодня. А мне нравится это имя. Наташа. Ну, Наташа-то Наташа. Ну, календарь есть. Мужских имен 750. Я специально занимался этими именами. И они имеют смысл. Если родилась девочка белокурая, Фатина. Фатина, то есть светлая. Ну, у нас разница. Фатина, Светлана, а она черная, как уголек. А которая черная, то вообще не знает, как назвать. Это Мелания была темная. Там сильно на ножками или чем дрыгала, как Варвара. То есть, что означает? Грубая. Может быть, сосала, сосок прикусила у матери. Грубая. А у нас Варвара ничего не означает. Защитница ракетных войск. Сатана. Название их. Вот она выпросила. Выпросила и назвала. Выпрошенный у Бога. Выпрошенный у Бога. Сам О-Ил. Самуил. Благослови Евгения, Господи. Сергея. Когда мы посмотрим даже имена, зная их значение, то мы увидим, какая заложена мудрость. Вот Авраам. А что Авраам означает? Авраам. С одной буквы А. Странник. Родители странствовали. Земли своей нету. В гости кто-то запустит. Сказали, освободи квартиру. У меня брат приезжает. Серахов пишет. И ты и так всю жизнь будешь ходить. Уголок свой надо все-таки выпросить у Бога. Вот женщина одна потеряла квартиру, а потом у нее спрашивают. Ну, какие у тебя самые печальные мысли? Она говорит, когда вечером приходит, ну, живет-то в теплом, где-то в Ташкенте или где на юге. Я вечером прохожу, и шторки не закрыты. Я вижу, как люди постель разбирают ложиться спать. Для меня самое тоскливое время. А я ищу, где картонка есть, где лечь. На скамейке где-то, чтобы не на земле, а не простыть. А у меня была своя постелька. Свои стены, которыми могла прикоснуться. Уходя, могла хоть палочку у двери поставить. У меня нет ничего. Причин-то разные бывают. И разные-разные. Притом человек добрый попадает в это. Вот один рассказывает. Я на работу, говорит, шел. И гляжу, стоит машина такая, мебель написана, перевозят. Мы выскочили, мужики, мы тут не можем повернуть. Большая, там, какая-то крупногабаритная. То ли шкаф, то ли что. Он мигом заскочил туда в машину. Все. И больше он ничего не помнит. Сразу его повалили, укол дали, усыпили и в Чечню. А теперь там на цепи. Там работает. И он знает, которые делали побег, их ловили, всех расстреливали. В назидание другим. Он все обдумал. А дома жена, ребенок, квартира. Жена с работы его не дождалась. Нету год проходит. Нету два. Ну что, даже она быть верующая. Есть закон такой, что если прошло пять лет, так кажется, пять лет, то епископ подтверждает справкой, что потерялся без вести. Ей дается разрешение выйти замуж. Вот в книге есть отец Арсений. Там про это пишется, про отца Матфея. Он домой является из заключения. А там чужой мужик. Но его долго не было, известий не было. Переписка не допускалась. Лишен переписки. И он еще, да ладно, он пошел в монахи. Крыша над головой хоть есть. И вот этот мужик, он решил бежать не в Россию, а на юг повернуть, в горах. Сколько дней без еды был, где-то что-то сорвет. И только там, дойдя до границы, повернул и в обход, и вышел. Это хорошо подобное описано у Николая Семеновича Лескова. Очарованный странник. Как он бежал из плена. Это поучительная история. Он приезжает домой, в квартиру чужие люди. И он бомж. Без определенного места жительства. Мы с такими знали. Мы каждого в воскресенье знались. Ходим здесь, в Булыгинское кладбище. Оно старое, теперь другие. Черницкое там открыто, другие. А тут разрешают иногда хоронить. Ну, редко-редко уж особо какой-то заслуженный человек. Зимой мы идем, глядим, из-под земли вылазит так, как из могилы человек. Если бы ночью, тут бы мог испугаться. А они, два друга, оба бомжа, выкопали яму, закрыли ветками в лесу, хвойный лес. Ну, и засыпали. Там все-таки можно хоть как-то. Вечером, когда никого нету, мы, говорит, зажигаем, чтобы дым не шел от под земли. И обогревались. Ну, с ними сразу корреспондент туда пришел. Алтайский край, Барнаул. Ну, один еще он. Где-то что-то как-то найдет. Все время по помойкам, по этим, по ящикам. Я не, с голоду не умрешь, говорит, выбрасывает много хлеба, заплеснил. Ну, что он заплеснил? Это стриптоцит. Заплеснил, это не вредный хлеб. И он говорит, я на вокзал каждый день хожу, везде. Я коплю, говорит, деньги. Помаленьку открыл, там, паспорт выправляю, там, то другое. Я без квартиры не буду. Я уже почти накопил. А дальше я настоящую работу не одну, а две возьму. Вот видите, как относится к этому человек. Тут в Барнауле обнаружили один, он на Калааби поселился. И он ненавидит эту жизнь бомжа. И вылезти не может. И он решил мстить бомжам. Приглашает к себе выпить бутылочку. Выпьет, а потом убивает и взорвает в песок. И уже убил сколько человек, бомжей. То есть, к каждому делу относиться надо, избирая лучшие, лучшие примеры. Вот мне говорят, а вот если бы вы попали в плен где-то там, как? Ну, никак, какой есть, такой и есть. Ну, а попал бы ты там в Тунис, где нельзя христианину перекрестить, а тебе пальцы будут резать. Крестился бы, молился, как вот сейчас в заключении я был. Сидим, Арор, это режимно-оперативный работник, Долутбаев. Ну, злый день такой. Он обязательно придерется и свалит, и начинает пинать, бить заключенного. И никто не заступится. Меня вызвали в политоотдел в город Жанаташ, Жамбульская область и Казахстанской ССР. В 86-м году. И вот я сижу и перекрестился. Он не смеет, и по руке меня, ну, ударил так вскользь, не больно. И этот сразу, который рядом сидит, начальник политоотдела-то, тюрьмы, Кудеринов или Кудеяров, и он по-своему, по-казахски ему сразу, что-то так тревожно, и то-то-то-то-то-то. А я знаю, что тот режимно-оперативный работник, он много зла сделал. Его же заключенные несколько раз убить хотели, выходя из заключения, к нему он то в окно выскочит, то еще как. А свое дело делает. И он ему, видимо, сказал, что этого человека на меня нельзя трогать, нельзя. Сразу будет известно, из КГБ будешь иметь дело. Тот такой испуганный, даже необычный для него. И он сразу ко мне, ой, да вы по-славянски считаете, я тоже могу считать. Я же вижу, что он затрусил. Затурусил называется, затресся. Ну что ж, я все равно перекрестился. И где? А как бы питался? Первым делом я бы узнал, есть ли православная церковь где. Если я свободный, могу передвигаться. Пришел бы к церкви, познакомился со священником, рассказал свою историю, молился бы. Ну а если попросить, попросил бы. И не стыдно просить. У Ивана Сергеевича Тургенева есть рассказ такой про это. Они маленькие такие, как у Шукшина, маленькие такие, этюдики. Он всем давал и давал. И случилось так, что остатки обокрали, как у его. Ничего больше нет у него. Нету. А есть-то охота. И он пошел, стоит, и руку протянуть и стыдно. А кто-то сзади подошел и говорит, а что ты не попросишь? Он говорит, стыдно. У нас в природе никто не просил. Но вот так Бог допустил. Тем более я уже в годах, и работать-то уже не везде устроишься, принимаю то другое. Ну что стыдно-то? Ну ты же людям подавал, которые просили, подавал. Ну может быть им тоже было стыдно. Ты подавал. И через это ты угоден был Богу. А теперь ты примешь кто-то, говорится, кому-то двери царства откроются. Он обернулся, а никого нету, сзади-то. И он тогда к первому прохожему дрожащую холодную руку протянул. Тот только посмотрел на него и отвернулся. Он ко второму, а второй даже и вообще не посмотрел на него. Он к третьему, третий остановился, в карманы полез. О, я переоделся, в костюме у меня деньги-то были. Полез другой, ничего нету. Вытащил платочек носовой и ему положил. Прости, брат. Нет ничего. Он говорит, вот это твое прости, да ты брат-то меня назвал. Это тоже доброе даяние. Понимаете как? То есть я бы пошел и обязательно бы вышел. Ну, не по побойкам, а по побойкам. Ничего особенного нету из той Шарикова. А может я иду себе добывал. Вот такое дело. Мы научимся даже на опыте других людей ценить то, что мы имеем. И каждый день благодарить. У тебя есть квартира или своя. Вот у меня, где я живу сейчас, вот видите какая обстановка-то. Это, нет такой квартиры, может быть даже во всем Советском Союзе. А почему? Вы все так говорите, что нету вы такое. Ну, почему? Хорошее место. Тут бы никогда мне не купить квартиру. А как же живете? А вот и история-то такая. Когда я вышел, теперь помилован был. Я подаю в суд. А тут реабилитация подошла. В 87-м, 25-го марта меня вытурили. Сопроводительного капитана дали, чтобы меня довезли до дома. Вот какая честь была. Вот. И я стал молиться, чтобы хоть что-то вернуть, что у меня конфисковали. Магнитофоны. Ну, каждый магнитофон стоит 320 рублей. А у меня зарплата была 72 рубля. Считай, сколько я должен, не пить, не есть. Так у меня-то их 15 или 14 таких. Маяк 205. Так это малая часть. Главное, это панатека. Панатека. Насчитано 50 книг. Общий по государственным расценкам 11 миллиардов. Ну, недоминированные, как говорят, деньги те еще были. И 11 лет шел суд. И вдруг уже Верховный судит Краевой суд. А Краевой суд неправильно. Я не согласен с ним. Я имею право в течение 10 дней обратиться в Верховный суд Российской Федерации. Вот. Я туда. А там нет. Я тогда в Верховном суде, президиум есть суда. Я туда. Отказ. Тогда подаю в Верховный суд СССР. Отказ. А отказ это значит, ни с места ничего не движется. Я подаю в президиум Верховного суда СССР суд. В суд. Президиум Верховного суда. И там какая-то Амелина в Москве была работа. Вот кто москвичи. Вот я говорю это. Я судился там. Ну, 91-й год примерно. В президиуме Верховного суда СССР. Найти мне эту женщину. Я бы и книги послал или что-то. А она пишет письмо в Алтайскую краевую прокуратуру. И показывает, что все запутано. Все неправильно. И перерешить это все. Начать снова суд. И сделать как положено. И в этот момент ничего не знает про это. Она была секретарь центрального района. Секретарь компартии. Ремнева Надежда Степановна. А тут уже другое. Ее куда-то избрали тут. По социальным нуждам где-то. Ей попадает дело мое. И она посмотрела. Это что же делается-то. Изъяли все и обман. Она восстала. Написала. Прекратить безобразие. Надо все перерешить заново. А я писал в разные инстанции. Юридический. Отдел юри... Нет. Это... Ну, регистрация юридических игр... Там лиц таких. Вот. А там Проценко Николай. Это генерал-лейтенант. Это большая должность. И он начинает смотреть мое дело. И видит безобразники. А я ничего не знаю. Тут уже третья инстанция. Я прихожу в железнодорожный район. Через который снимали администрацию. Дело мое-то там. А их виновными ставят-то. Городскую администрацию еще пока нету. А она будет отвечать за все. А КГБ в стороночке оказались. И в это время избирает полномочный представитель президента Шуба. Николай Михайлович. Шуба. Я к нему. А у него как-то Богданов. Он в Афганистане был. Афганцы их звали где-то. Я ему рассказываю. Он внимательно так выслушивает. Ну, говорит. А почему? Где дела? Да здесь дела были. Нету. Потеряли. Все дела и потеряли. Он пошел. Долго нету. Сиди здесь. Приходит. Две папки. Как даст по столу. Ударил. Аж пыль пошла. Вот она. Все нашел. Потеряли они. Безобразники. Раскопал, где они их спрятали. Стали смотреть. Они там на завод пленки отвезли. Там такой-то. Я все записываю. Я пойду на завод. Никто не привозил пленки. Они их растащили. Я думаю, ну и хорошо, что Кочегар там, Иванов, Петров. Никого нету. Я все работаю. Это уже шестеро у меня. И одновременно все это поднялось. И в это время я знать не знаю. Тут Тен был какой-то кореец. Доктор юридических наук. А они где-то встречаются с мэром города Баварина Владимиром Николаевичем. И Господь это все делает. Рассуждает обо мне. Говорит, тут Лапкин судится сколько. Я знаю, а тот ректор юридического института или что-то такое там связано, ТЕН-то. И говорит, руки-ноги ему уже, говорится, не вставишь. Они знают, как меня крутили, еще со мной делали, накащивали там средствами какими. Ну давайте решим это дело-то. И все на председателе, как он назывался, глава администрации Железнодорожного района Петров. Юрий Михайлович. На него. Я пришел. И они предлагают. А с какой... Я говорю, денег-то нет у вас. Давайте недвижимостью. А молиться нам надо. Мы от Русской Православной Зарубежной Церкви. Храма, конечно, нет. Умолимся на дому. Люди не вмещаются. Я гляжу, у него какая прихожая, его кабинет. Ну в общей сложности там 80, а может и больше квадратных метров. Я говорю, ну вот такой. А сам думаю, ничего себе хватил. А у Бога все вымерено. И там Слуцкий по имуществу городской, который... То есть они собрались где-то у него в кабинете. И со мной. Ну давайте так сделаем. Вот мы вам дадим бесплатно. Платить не будете за это. На 50 лет в аренду. 50 лет. Да я же, меня уже не будет. А вы измените. И до свидания. Вы сейчас смеетесь надо мной. Я встал и пошел. Он говорит, ладно, подождите. Подождите. А как вы хотели? Никак. Решайте, чтобы мне было так. И начинает. И опять Боголюбов по имуществу. Туда дают указания. Это все у нас в документах. Для слова Божия нет. Уз там это все есть. И женщина. И все расположенные. Они садят меня в машину. По городу везут. Два места. Одно вот туда, где нахожусь. Ползунова 6. Барнаул. Здесь еще здание свода. Спасение на водах. Я еще ничего не знаю. Я посмотрел на замке. Большой дом стоит. Большой дом. Это видно, что... Ну не меньше, как там 100 с лишним квадратных метров. Вот это да. Я говорю, это весь дом этот. А сюда во дворе второй домик стоит. А этот тоже, говорит, сюда входит. Оказалось 226 квадратных метров. А другой... Это прямо напротив суда, где меня судили. Кровой суд. Прямо через... Ну через... Дорогу, говорится. Рядом прямо граничит стенка его. А второй это сгорел магазин там. Напротив тюрьмы. Я думаю, тюрьма это уже все. А напротив суда это... Ну и тут хорошо. Центральный район. Сухо. Недалеко от остановок. Я даю согласие на это. Это все отображено было. Документы. И мэр города. Когда все узнают. Мэр города в машине. И у него советник, общинников Владимир Петрович. Тоже с Афганистаном был где-то. И мы едем дорогой. А он расположенный так. А меня он не знает. Он вывернулся. Я на заднем сидении сижу. Машина главы города. А он был парторгом моторного завода. Такой из себя, говорится, круглый. Не толстый, не тонкий. Вот. Но умница такой. Повернулся. Это вы в моем городе живете? Да вы же в анналы истории будете записаны здесь. И ко мне как повернулся. И всю дорогу не выворачивался. И потом такое письмо написал. Оно у нас в коридоре висит. Я рад, что теперь Крестовоздвиженской общины будет место молитвы и встреч. Желаю вам гордо нести. Быть верным. Гордые и прочее. Все закрутилось, завертелось. И кончилось тем, что я получаю. Идет суд в мою сторону. Все решилось. И судебный исполнитель. Деньги-то не могут. Они там 56 миллионов должны были. Такая цена-то. Машины какую-то купить только. А тут-то дали. Слава Иисусу Христу! Ну как ты там? Ну, аллилуйя. Старшая сестра. И он приехал на это место, где я сижу сейчас. И лучший, можно сказать, фотограф был Волобоев Александр Павлович. Он везде на нас премии зарабатывает. То напишет заповедник веры, то выпустил буклет с потеряевскими везде. Недавно выставка его была. Тут фотографии. И он все заснял. Шел снег. И большую статью корреспондент написал Логина Полек. А Логина Полек, это у них награда. Среди журналистов золотое перо называется. Это первая премия. И он написал, побыл в Потеряевке и написал большую статью. «Лапкин предпочел храм недвижимости». Статья. Вот если вы зайдете на наш сайт, во «Свете Библии» Игнатий Лапкин, и там оглавление, и там видно, как раз заголовок оглавления такие будут. Для Слова Божьего нету, прямо на первой странице, ткнул в него, и откроется оглавление. И можете просчитать. Такая теплая статья. И мои слова все правильно написал. Не соврал ничего. И вот я сижу, этот дом, к каторжнюку приезжает мэр города. А мэр этот входил в десятку лучших мэров России. Вот Баварин который, ну опыт у него. На каждое совещание, год, когда исполняется, он давал отчет перед городом. И за мной или приезжали, или приглашение было. Вот такие отношения. Суда, где я сижу, он приезжал не один раз. Он тоже голубятник был. Трагически погиб, молюсь. Вот как все. И вот этот дом, вот такой дом найти, чтобы зэку, какой бы я ни был, вот я и арабитирован, и чтобы мэр города приехал и по судебному решению, которое никакой синистки никто не отнимет, хотя он там беснуется, что мне дали неправильно. Но не написали. Видимо понимали, что стоимость намного больше. И написали, учитывая большой вклад в оздоровление нравственности города, там, ну все такое, патриотическую деятельность. На меня все это написали еще. А судебный исполнитель говорит, а при чем тут ваша деятельность? Они должны, они заплатили. Но они на всякий случай умно сделали. Даже на будущее, чтобы кто если судится, и написали, перерешению, решение суда не подлежит. Окончательное решение. И переиграть его нельзя. Взяли и написали это. Здесь еще одно. Даже ни президент, никто не может меня отсюда выкурить. Вот. И, ну, тут стали, стали делать. Старая алтарь. И трапезная. Дальше уже все видно как. Вот я только о доме говорю историю, какая она длинная. А почему Бог? Я никогда не думал, что в центре города, рядом опь, и тихо, и сухо. А где я жил-то там? На воде буквально, на болоте. И вот Бог так все делает. Ну, и тут приходят, молятся. А я во дворе, ну, сколько тут, я не знаю, тут 70 шагов, или сколько дойти от моего стула до дверей, до дверей внутри храма. Вот. И благодарю за каждый день за это место. И вот сюда приезжал Андрей Кураев, режиссер Кузнецов, который она с фильмы ставил, который первое место на международном киноконкурсе взяли. Это место. И приезжали гости всегда. И тут сразу мы стали склады делать. Пять складов у меня и для детей, и для литературы. Это уже много, много. Вот представь себе, один раз, вот издают, допустим, тысячи экземпляров первый том. 900 с лишним килограмм. Это тонна. Тонна. А учитывая, что 38 томов, это некоторые переизданы были. Это много надо места. Много. Тем более, надо, чтобы легко находить было определенное. И чтобы не замочило, не украли, перекрывали тут крыши. И работали мы. Ну и все, все, все переделали, впрое до туалета выкопали. Во дворе все. Это Бог. Я каждый день благодарю за это место, и чтобы Господь сохранил. И тут у меня голубятня. Я сразу там голубятника к Лалабазара уже видел, к нему пришел, он мне дал сколько-то. А держать негде, я их в кочегарке у себя держал. А потом уже здесь все обделали, пришли люди, тут помогали, голубятню. Все это сделали как надо. Ну, слов нету, как благодарить Бога. И все. Гостей принимать, гостиницу, ну, теперь-то уже принимать, еще уже, живем, все есть. Я делюсь тем, когда Богу доверяешься, и как Бог это делает. это, если есть кто знает, чтобы зэку, каторжнику, я на советской каторге был, и приезжал мэр города, и сам врущал, и фотографировались, и поцеловались, и поцелуи, так запечатлелось это все. По рукам ударили. Ну, вот это уникальный такой дом. Два дома. Кто-то остался тут или никого нету? Остались, слушаем, Игнатор. Я благодарю за внимание. Вот, мы тут будем сейчас с рулеткой возиться. Сергей Павлович, ты слышишь меня? Да. Ты, когда делаешь рулетку, на меня сбрасываешь, обязательно число ставь. И как только наберется полчаса, я буду отсылать куда надо, и там будут их слеплять и выставлять. Выставлять, как ты назовешь? Ты называешь Пупков, рулетка, чат-рулетка, пока под таким, под твоим названием. А если нужно другое, сделай другое. Обязательно число показай. Я не знаю, копировать, что идут один за другим. То ли я его брал или нет. А система-то здесь, раз оно не поставлено, а я не могу найти, потому что я уже скинул его, а у меня там их 220. И среди них попробуй найди, где. Для меня это непосильно и невозможно. так что выполни вот эту просьбу мою. Записал. Я буду потом слеплять, не слеплять, а смотреть в отдельную папку и там мне сделают это. сейчас он смотрит уже, идут сведения. Там я с этими мусульманами беседую. Дескать, таких бесед вообще нигде нету. У Даниила Сысоева оно было совсем по-другому. Оно вызывало отторжение. Я никогда не касаюсь три слова табу. Это Аллах, Мухаммад, Коран. В разговоре где-то употребляю, в беседе с ними я стараюсь не говорить. Я говорю, ваша священная, для вас священная книга или как-то еще. ну как там, основатель вашей религии. Я это заранее знаю, что можно ну там не то, что там обидеть, а настроить против. А как вы смотрите? А вот он последний пророк. Последний пророк Иноха Илья будут на улицах Иерусалима, будут убиты и лежат три с половиной дня. Они сразу замолкают. Они ничего не знают. Я дальше проповедую Евангелие. Не какой-то книги, а провергать. Зачем? У меня написан 18-й том. Я разбираю по суру, по суру, аятам всю их священную книгу в сравнении с Библией. 1300 лет, что было о них сказано, кем, когда, почему, что говорили Кирилл и Мефодий. Другой совершенно подход. И люди говорят, таких вообще в интернете нет, бесед. А почему нету? Потому что я не учился. И у меня все оно такое вот. Я сделаю крепко, прочно, а красоты в этом не усмотришь. Батюшка говорит, вот я знаю, ты делал, тут все надежно. Но даже последнее у калитки вертушку сделаешь так, чтобы все догадались, это делал Игнатий. Ну, можно маленько хоть как-то там почистить там, а никаких. Она вертушка, она выполняет свою роль. Какой я, такой и труд мой. И везде, где бы я ни делал. Я бы мог, конечно, отслифовать стихотворения эти там. Нигде ни одной поправки не делаю. И вот ролики слепляют, фотографии вставляют. Мне нравится это. Вот Сергей Козлов делал. Я этого не делаю. Вот как поговорили, вот сейчас вот, поговорили, и вот, что, вот это утреннее наше моление, оно уже к вечеру будет стоять, так как есть. Ну, если я записываю чат, и там кто-то заматерился, я в это время выключаю, опишу, конец обрезать. Ну, и все. И Господь там ему отрежет конец тоже. Он трясет, половым органом там стоит, или здоровые дядьки там анонизмом занимаются. Ну, всякая мерзость. Ну, что сделать? Я же не знаю, что он выскочит сейчас. Как говорится, как из табакерки нечистая сила. Мы вчера с Володей тут записывали. Удобно, он считает. но на такого, чтобы хорошего собеседника не вышли, а помаленьку беседовали. А дальше мелькают кадры. Она есть рулетка, завтра ее нету. И почему? Мгновение исчезает, они доли секунды увидят, что с бородами, крестятся, они прямо в обморах падают люди. Ну, по-разному себя ведут. И все, кадры идут, и идут. И мы, я ничего не убираю. Вот так. А так, подоговорил стандартно. По-стандартному. Вот почему, когда был у меня здесь, приезжал в гости ко мне, лично ко мне, Архимандрий, там в Росе, Юрасов. И мы где-то шли, там поехали в Усть-Альменку, там люди собрались, а я ему дорогой рассказывал, как я работаю с сектантами. Так он остановился даже. Он академию окончил, там Архимандрит, известный за рубежом везде. Говорит, нам преподают с холастикой. А вы говорите, руками можно пощупать то, что вы говорите. Это надо все издавать. Вот теперь это издано у меня во втором томе. Я все сократил. Сократил, не раздул, а сократил. Главное, какими местами писания надо оперировать. Вот. Это он сразу понимает где-то. Я встречался, там он профессор в Заокской академии и среди адвентистов седьмого дня в Волкославске говорили, как они относятся. С руководителями самыми высшими. Маловузовская, три в Москве, баптисты. И тоже. Но это опыт. И нет грамоты. Нету. Я поэтому все время ищу у Бога ответ. Ну и, конечно, занимаюсь. А если бы был, я бы стандартно лепил, а оно не работает. А как вы узнали, что это так? Из Библии. И что там про сегодняшний день говорится? Говорится. Вот самый роковой стих для сектантов, вот, ну, допустим, об иконах говорят. Это из Икииля, 41-го глава, 17-й стих. Христос пришел в храм и говорит, дом мой. Соглашен, да. Давайте посмотрим, дом мой. А там устройство храма из Икииля. Какой храм? Соломонов. И открывает 25-ю главу, вторая книга Парапоменон, когда на выхода Носар разрушил храм и Медное море. У них глаза вот такие у баптистов. Ну, что вы Библию не считаете? Тогда как же так? А мы думали Соломонов. Да нет, конечно, Зарававелев. А какой он? Весь был в иконах. Икон, изображение. Другого перевода нет. Слово крещение переводится погружение. Вот тут Валентина иногда заходит с Артисон, с ней спросите, как по-немецки? Таупен. А как по-английски? Баптизен. Понимаете, это погружение. Другого перевода нет. Слово крещение от слова крест только по-русски и по-славянски. Нигде больше такого перевода не взяли. Здесь взяли именно страдательный смысл. Что дает нам? И доказательство, что иконы должны быть. Это не склеп могильный. И Христос признал так это в Ветхом Завете. Э, ребята, вы опять плохо знаете Писание. В Новом Завете когда началось? Ну, вторая глава Деяния апостола. Дух Святой сошел. Правильно. А в третьей главе написано, Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9. Куда они шли? В Капище Идальское или в храм? В храм. Да как Бог живет в храме? Нет, Он не требует рук человеческих. Нет. Считайте, 23-й главу Матфея говорит, клянущийся храмом клянется им и живущим с большой буквы в нем. Кто живущий в нем? Да там изображения были. Бог принял их. Притом изображения, которые Бог не повелел делать. Быки. И того, что на земле. На земле. На земле быки. Зачем 12 быков? Море медное. Львы. Львы вообще нечистые животные. И написано, когда собрались священники, люди отличные, облако наполнило храм. То есть, слава несравненного Бога вошла в храм. И священники не могли стоять. Вы считаете это? Нет, считайте. 3-е, 5-е главы 3-е книги царств. Подробно описано, что он как строил. Но Бог принял или нет храм Соломонов? Принял. И на том месте благословил его в храме. Но они без писания баптистов из сектантов самые лучшие еретики, близкие к православию. А не знают. На иконах они, говорится, спотыкаются. И уже все. И иконы, ладно. Никому не угождай. Вот мои книги, они как раз ценные тем, что я никому не приглядывался. Вот в университете задает вопрос. Пришла. Я православная, а баптистка, моя сестра баптистка искала. И вот, ну, она приняла на квартиру, там у нас пожар был или что. Я икону поставил, она говорит, убери. А почему? Ну, когда я на квартиру была, она говорит, ты придешь, когда ты иконы не ставь здесь. Ко мне приходят братья и сестры, будут разговоры, я не хочу. Ты их отдельно, если надо, тебе где-то там в шипонере держи. А почему она мной командует? А я хочу, чтобы открыто были. Нет, позвольте, у вас договор был. Она православная и думает, я сейчас за нее восстану горой. Да нет, баптистка права. У вас договор заключен. Тебе иконы нужны. Вот с иконами иди на другую квартиру. Забирай их, иди на вокзал. Да куда я пойду? Ну, значит, смиряться надо. Ну, а почему иконы нельзя? Ну, все, договорились. Ясно, что тебя уже не переправишь. Нельзя это так. Нельзя. Тебя пустили на квартиру и ты начинаешь командовать. А на квартире ты не хозяин. Я такой ответ даю. Так мы еще за баптистов, но глупости все это. Если они правы, значит, за баптистов, они во многом правее нас. Ну, я свидетели Югову говорю, запретили их. Никакого основания нет. А они пожаловались Путину и там какой-то разбор идет. А это все Дворкин и проще эту ненависть сеют. Они граждане страны. Государство не теократическое, это не Греция. Они соблюдают государственный закон. Так они кровь не переливают. Ну и что? Они запрещают тебе переливать? Нет. Переливай ты каждый день ее. Меня и заражайте друг друга. Потому что 475 детей вылезти в Калмыкии заразили СПИДом. Да как он оказался? Никто не знает как. Шприцы оказались зараженные СПИДом. Так они же запечатанные. Запечатанные зараженные. Это надо знать. Они не виноваты. Они хорошие семьи у них. Хорошие труженики. Но они Иегова. Тебе какое дело до Иеговы-то? Они граждане страны. А президент он не должен разбирать как они верят. Тут есть и кришнаиты и сатанисты есть. Он зла не делает. Нету. Ну сатанисты поймали черную кошку нашу. Утащили и в жертву принесли. Она очень черная была. Так и пропала у них. Они тоже с юмором. Когда тут потерялись пять абитуриенок и мать одна. Их вызвали и говорят вы жертву приносите? Они говорят конечно. Это наша религия мы приносим. Говорят вы девушек приносите? Ну да. Ну так вот студентки вы сами сказали девушек а где вы среди студентов девушек найдете? Отсюда и полное алиби что мы не приносили их жертву. Вот так вот ответили. Это мне передали когда они их допрашивали. Я попутно говорю. Вот так. Ну на этом все наверное. До свидания. Спасибо Христос Богу. Спасибо Христос История достоверна. Хорошего дня. Спасибо Христос. Аллилуйя. Приятного дня. Слава Христу. Вы тоже будьте внимательны к жизни и пользуйтесь примерами. Господь как говорил. Самая короткая притча какая? Матфея 13 33. Царство небесно подобно женщине которая взяла три меры муки положила закваски в скислы. Один стих вся притча. А попробуй истолковать ее. Среди сектантов я еще не встречал ни одного кто бы мог ее истолковать. А нам толкует Боженов Ефилакт. А как три меры муки а семя это слово Божие которая душа женщина душа взяла и положила все и поэтому мы заквашиваем мир. Я говорю ты что приехал сюда отец Павел Барнаул заквашивать то есть раздавать Евангелие ну все а то я снова буду что-то рассказывать отошел я Володя сейчас голубями займусь надо кошек прятать